Сибирь Всюду леса Но что это? Почему-то отдельные кроны, небольшие куртины и даже целые древостои лишены хвои Деревья еще недавно растущие, погибли и превратились в сухостой Из-за гибели лесов на больших пространствах В ряде случаев даже пришлось ликвидировать лесозаготовительные предприятия Бросить недавно выстроенные поселки, переселиться на новые места Какая же причина вызвала это бедствие? Почему нанесен такой ущерб? Как предотвратить подобное явление в будущем? Чтобы это сделать, необходимо хорошо знать виновника Ранняя весна Кое-где еще лежит снег Но в лесной подстилке на хорошо прогреваемых местах Уже пробуждаются гусеницы сибирского шелкопряда Выйдя из-под махового покрова Они устремляются вверх по стволам Обратите внимание на разницу в размерах гусениц Резко выделяются сравнительно мелкие и довольно крупные Это объясняется тем, что развитие сибирского шелкопряда Протекает два года И гусеницы проводят в подстилке две зимы Мелкие это молодые, перезимовавшие один раз А крупные, перезимовавшие дважды Достигнув кроны, гусеницы расползаются Одни заползают на нижние ветви Другие проникают к вершине Количество их на одном дереве может исчисляться многими тысячами Характерный диагностический признак гусениц сибирского шелкопряда Два темно-синих пятна на втором и третьем грудных сегментах Окраска и рисунок поверхности тела различных особей изменчивы Пищей для гусениц служит хвоя Пригибая к себе хвоинку с помощью грудных ног Гусеница поедает ее сверху Уничтожается хвоя прошлых лет Распустающиеся почки И молодая хвоя Гусеницы отличаются большой прожорливостью Почти за два года своей жизни Одна особь съедает до 50 граммов хвои И увеличивает свой вес до полутора тысяч раз Питается гусеница только на свету Наиболее интенсивно с 9 утра до часу дня И с 6 до 8 часов вечера При температурах выше 26 градусов Она полностью прекращает питание Рост насекомого связан с периодической сменой кожных покровов Этот процесс называется линькой Перед линькой гусеница становится пассивной Плотно прикрепляется к субстрату брюшными ногами И не принимает пищи иногда до двух суток Постепенно кожная хитиновая кутикула Начинает отслаиваться Затем кожа у головы собирается с платками Вздувается и лопается Вздувается 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 Сбрасывается головная капсула. Высвободив грудные конечности, гусеница постепенно выползает из старой шкурки. Одновременно с линькой кожных покровов происходит смена хитиновой кутикулы передней и задней кишки, трахеи и протоков слюнных желез. Процесс линьки длится около полутора часов. В течение жизни гусеница сибирского шелкопряда линяет 6-8 раз. Только что слинявшая гусеница имеет более светлые и нежные покровы. Через 1-2 дня она вновь начинает питаться. Развитие гусеницы завершается в июне. Длина ее к этому времени около 9 сантиметров, а вес до 7 граммов. После достижения предельного возраста гусеницы приступают к катонированию. Кокон сплетается из нити, выделяемой специальными предельными железами и служит для защиты от разнообразных неблагоприятных внешних воздействий. Внутри кокона тело гусеницы сокращается в длину, и она некоторое время находится в состоянии относительного покоя. В дальнейшем происходит последняя линька и превращение ее в куколку. Во время прохождения куколочной фазы происходит полная внутренняя линька. и внешняя перестройка. Разрушаются личиночные органы и образуются органы взрослого насекомого, бабочки. Хитиновый покров куколки первоначально имеет светлую окраску. Постепенно он темнеет и становится более плотным. Личиночная шкурка, так называемая экзувий, в виде комочка располагается рядом с куколкой. Коконирование и окукливание протекает около недели, а развитие куколки около трех недель. После завершения перестройки организма, в июле месяце, кожные покровы куколки разрываются, и происходит выход взрослой особи, бабочки. При этом самцы несколько опережают появление самок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У только что появившейся бабочки, крылья едва достигают половины нормальной величины. В течение нескольких часов они постепенно расправляются и затвердевают. У бабочки сибирского шелкопряда ротовой аппарат не развит, и она не питается. В связи с этим она живет около недели, постепенно расходуя запасы жира, накопленные гусеницей в клетках жирового тела. Окрепнув, бабочки разлетаются и спариваются. Спаривание длится до 15-19 часов, после чего самка приступает к откладке яичек. Подгибая брюшко, она нащупывает анальным сосочком хвоинку и откладывает на нее одно яйцо за другим. Яйца приклеиваются к субстрату, особым секретом, выделяемым придаточными железами. Плодовитость самок обычно составляет около 300 яиц, но может доходить до 800. КОНЕЦ Откладываются яйца главным образом в нижней и средней части кроны и преимущественно на хвоинки. При массовых размножениях они могут располагаться на веточках и даже стволах. Форма кладок различная, небольшими кучками, рядами, грозевидная. Яйцо-шелка, пряда размером около 2 мм, имеет довольно плотный хорион. Эмбриональное развитие гусениц протекает 3-4 недели, после чего начинается отрождение гусениц. Это происходит в ранние утренние часы. КОНЕЦ 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 Из кладки одной бабочки гусеницы выходят почти одновременно. Но из-за растянутости лёта в целом отрождение гусениц затягивается почти на месяц. Молодая гусеничка имеет длину около 5 мм, снабжена довольно густыми волосками и способна выделять паутину. Это помогает ей удерживаться в кроне. Первоначально она съедает хорион яйца. Перейдя на хвоинки, гусеницы начинают зазубривать их с боков. Во втором возрасте хвоя также повреждается с боку. ПОТПИЛЬ ПОТПИЛЬ СОЛНИЦ После двух клиник хвой съедается целиком. Таким образом, по характеру повреждения можно установить гусеницами какого возраста они нанесены. К осени гусеницы прекращают питание и впадают в состояние глубокого физиологического покоя, хотя и сохраняют подвижность. В сентябре-октябре начинается уход на зимовку. Первый раз гусеницы зимуют во втором или третьем возрасте. Следующая зимовка осуществляется уже в пятом возрасте. Субтитры создавал DimaTorzok Зимуют гусеницы в лесной подстилке. Под подушками зеленых мхов, свернувшись колечком в небольших колыбельках, они переносят суровые сибирские морозы. Полный цикл развития сибирского шелкопряда занимает два года, но в отдельные периоды с более жарким и засушливым летом, особенно два года подряд, продолжительность генерации может сокращаться до одного года. Это приводит к быстрому нарастанию численности вредителя и образованию очагов массового размножения. В пределах своего ареала, от Урала до Тихого океана, шелкопряд питается почти всеми хвойными породами. Однако у него выделяются две пищевые расы, лиственничная и пихтово-кедровая. Причем пихтово-кедровая раса наносит лесному хозяйству наибольший вред. Периодическое, примерно раз в десятилетие повторение вспышек массового размножения сибирского шелкопряда и распространение на значительной площади, выделяет его в качестве основного вредителя лесов Сибири. В прошлом, в отдельные годы, площади очагов этого вредителя измерялись миллионами гектаров. В первую очередь от сибирского шелкопряда страдают древостои в наиболее производительных типах леса. Хорошо поставленный надзор, особенно в труднодоступных малонаселенных районах, с целью выявления очагов сибирского шелкопряда и немедленное проведение истребительных мероприятий, предупредят гибель ценнейших лесных массивов. В противном случае, в результате резкого ослабления древостоев от утраты ассимиляционного аппарата, создадутся предпосылки к размножению стволовых вредителей, которые и приведут деревья к окончательной гибели, а древесину в состоянии полной непригодности для использования. Субтитры создавал DimaTorzok При массовых размножениях сибирского шелкопряда образуются очаги, достигающие значительных размеров. Окраска полога древостоя в лишенных хвоей шелкопрядниках серовато-коричневая, иногда она имеет слегка фиолетовый оттенок. В таких древостоях у отдельных уцелевших хвойных деревьев крона приобретает красноватый цвет. За пределами шелкопрядника возникают самостоятельные очаги покраснения. Это уже результат деятельности пихтового усача, усачовник. Покраснение означает, хвоя на деревьях не уничтожена, а усохла. Такие деревья образно называют рыжиками. Посмотрим, как это выглядит на земле. Оказывается, что покраснение хвои на дереве бывает и не сплошным. Здесь можно выделить несколько градаций по степени отмирания крона. От усыхания отдельных побегов до полной гибели всего ассимиляционного аппарата. Попытаемся разобраться в происходящем. В середине лета начинается от рождения опасного вредителя леса пихтового усача. Это крупный жук черного цвета с телом до 35 миллиметров в длину. На голове длинные усики и хорошо развитый грызущий ротовой аппарат. Хорошо заметен светлый щиток у основания надкрылий. Вершины надкрылий опушены. Молодые жуки появляются с несозревшим половым аппаратом. Поэтому им необходимо дополнительное питание. Жуки питаются в кронах деревьев, огладывая кору тонких ветвей. Иногда уничтожается хвоя. В результате ветви усыхают, и хвоя приобретает ярко-рыжую окраску. Дополнительное питание происходит как на деревьях основного полога, так и на подросте. Созревшие жуки спариваются. После спаривания жуки разлетаются. В коре ослабленного дерева самка выгрызает насечку. Особое отверстие в виде щели длиной до 9 миллиметров. Затем она поворачивается и откладывает одно яйцо. Для каждого яйца выгрызается специальная насечка. Общее количество яиц, откладываемых одной самкой, достигает 30. Лед усочей растянут и охватывает период с половины июня до августа. Часть насечек оказывается незаполненной. Либо самка была потревожена, либо, как мы видим здесь, не нашла только что выгрызанную насечку. Яйцо, напоминающее по форме огуречное семечко, располагается в толще луба. Через 15-20 дней из него появляется личинка. Молодая личинка, питаясь в глубиной части, прогрызает площадкообразный ход, уничтожает камбий и слегка задевает заболынь. Затем она углубляется в древесину. Ход в древесине имеет овальное сечение. В отдельных случаях он проникает на глубину до 25 сантиметров, достигая ширины до 2 сантиметров. Личинка высоча червеобразной формы. У нее нет ног, но на брюшной и спинной сторонах имеются двигательные мозоли. Голова с мощными челюстями втянута в переднюю грудь. При прокладке хода в древесине личинка периодически возвращается под кору для продолжения питания. При этом ей приходится выбрасывать буровую муку. Это довольно крупные частицы, напоминающие опилки. Буровая мука выбрасывается наружу через предварительно расширенную насечку и скапливается у основания ствола. Личинка имеет 4-5 возрастов и достигает 6 сантиметров в длину. В толще древесины она дважды зимует. В начале третьего лета, не доходя до поверхности, на глубине около сантиметра устраивается куколочная колыбелька. Здесь личинка превращается в куколку, а затем во взрослые насекомые. Со второй половины июня появляются молодые жуки. Окрепший жук выходит на поверхность, прогрызая оставшуюся часть древесины и кору. Летные отверстия правильной круглой формы диаметром до 12 миллиметров. Так по истечении двух лет завершается цикл развития пихтового усача. Новое поколение снова приступит к дополнительному питанию и размножению. Вред, наносимый усачем дереву, сводится к трем направлениям. При дополнительном питании он уничтожает ассимиляционный аппарат, приводит деревья к ослаблению и тем самым подготавливает почву для поселения стволовых насекомых и для самого себя. Здесь он выступает как первичный вредитель. Прокладывая ходы под корой ослабленного дерева, уничтожая камбии и перерезая проводящую систему, он приводит его к гибели, действуя как вторичный вредитель. Наконец, поселяясь практически по всей длине ствола, прогрызая ходы на большую глубину, резко снижая качество древесины и делая ее непригодной для использования, он становится техническим вредителем. Продолжение следует... Размножившись в шелкопрядниках на пихте, еле и других хвойных породах, а затем распространяясь в стороны, пихтовый усач образует свои собственные очаги, охватывающие большие пространства лесов. Чтобы не допустить массового размножения усача, прежде всего, необходимо предупреждать появление шелкопрядников, своевременно разрабатывать ветровальники, строго соблюдать правила рубок и очистки лесосек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok